Мне очень понравилась ваша мысль, ваша идея о том, что элиты тоже должны показывать пример служения своей родины. Обязательно, это самое главное. С моей точки зрения, наши российские сегодняшние элиты, они показывают совсем другой пример. Я согласен. Вот горстка людей, которым прибежит капитал, собственность, власть, административная, силовая, промышленность, сырьевые отрасли. Но при этом мы видим здесь у нас в стране, что образование, промышленность, наука, то же самое сельское хозяйство, да даже киноискусство, что вам, наверное, ближе всего, это все разрушается, это все деградирует. У вас ведь гениальная работа у Шипичкова в восхождении, вот этот ваш предатель рыбак, но он хотя бы мучился своим предателем, он стенал, он чуть себя жизни не жил. Да, а эти ребята наши, так называемые, она вот, по-моему, нисколько не раскаивается в том, что она делает, вот в чем беда. Вы абсолютно правы, это очень важная категория самосознания, жизнь не для себя, ты живешь не только для себя, тем более ты, ну как сказать, занимаешь уже определенный, ты вышел на определенный уровень. Судьба твоя подняла вот на какую-то, на какую-то высоту, ты с этой высоты должен понять, что ты не живешь не для себя, я об этом говорил, вы абсолютно правы. Вот они, элита современная, они очень часто думают как раз против своей родины. Вот что самое, ну я говорил вот про нашу оппозицию, это пятая колонна. Знаете, вот я вас слушаю и понимаю, что разница между Белоруссией и Россией, возможно, в том, что элементы пятой колонны у нас находятся в самой власти. Вот, вот вы правы. И в связи с этим такой вопрос, как вам кажется, русский народ, вот вправе вообще избавиться от этих элементов? Я считаю, вправе будет терпение. Это терпение тупое, оно вымрет, вымрет и его заменят, просто на этой земле его не будет. Понимаете, что произойдет? Конечно, это же, в принципе, это сродни к геноциду, потому что власть, которая не заботится о своем народе, который живет на этой земле, это вредительское, это просто власть, от которой надо как-то, как-то надо думать и как-то от этого избавляться. Понимаете, иначе, ну что, ну, вот так медленно, но верно на этой земле будет жить другой народ. И это в Урге, в финале, помните? А здесь когда-то жили на Байкале русские, вот в финале там, вот у Никиты есть такая, как бы, монок туда, в будущее. В прошлом году мы с женой отдыхали на Байкале, где когда-то было озеро и жили русские. Самый последний вопрос, Владимир Васильевич, даже просьба, а не вопрос. Вот у нас информационный агентс называется ура.ру, мы в интернете работаем, и вот у нас сплошной документальный фильм, мы тоже стараемся показать жизнь, какая она есть. Мы рассказываем про непрофессионализм чиновников, от которых судьбы там миллионов людей зависят, да. Мы показываем, как занимаются коррупцией люди, которые должны защищать закон там, полицейские, с некоторых пор они у нас так называются, и прокуроры. И вот совсем недавно на днях у нас прошли обыски в редакции, у нас были люди в масках, с оружием. У нас задержали одного нашего сотрудника, бухгалтера, она сейчас в изоляторе. Игорь Васильевич, полные события вокруг нашего агентства сегодня происходят. И я бы хотел спросить вашего совета, что бы вы нам посоветовали? Вот в условиях вот этого нажима, вот этого давления, этой атаки со всех, с многих сторон на наше агентство, что нам делать? Продолжать заниматься своим делом или отказаться? Продолжать. Только продолжать. У вас очень честные, очень, если вы болеете за свою родину, за свою, не просто вы хотите вот прославиться, как бы вот прозвучать. Это тоже сейчас очень много. Лишь бы как бы проявиться громко, шумно, что по тебе заговорили. А по цене все пустота, ноль под твоими. Если вы, серьезно, у вас болит сердце и душа за свою страну, за ее... За родину. За родину, за родину, в рай, за родину, тогда хорошо, обязательно. Вы должны страдать, мы должны работать. Да, это всегда путь тернистый, но он не бесплодный. Владимир Васильевич, огромное вам спасибо. На такое удовольствие общаться с таким человеком, как вы. Спасибо вам. Спасибо и вам. Держитесь и работайте.